Мы уже разбирали этот пасук с Раши, вы помните, мы долго сидели с Раши, ты вся прекрасна моя любимая, помните мы говорили этот пэрак, это объяснение Всевышнего в любви к еврейскому народу, ты вся прекрасна моя близкая, моя любимая, ты вся прекрасна, твои глаза как голуби, твои волосы собраны в косу и так далее. Я хочу постараться за сегодня пройти пэрак дарит более-менее с агра, поэтому я не буду, как я уже предупреждала, я не буду весь всего агра разбирать, иначе понятно, что мы как раз пасук за урок, и с учетом оставшихся немножечких уроков у нас нет такой возможности. Большое отличие между тем, что сказал Раши, вы помните, что Раши говорил про волосы, там очень красивый Раши про волосы, помните, что волосы это Рашаим, да, это часть тела, которая как бы, даже она отпадет, мы не почувствуем и так далее. Агра Мефареш наоборот, Агра объясняет здесь наоборот, причем Агра очень во многом идет по Раши, на самом деле, но когда он идет наоборот, то очень интересно. Агра здесь идет наоборот, Агра говорит, что волосы, запретенные в косу, в косу, именно коса, это Талмедейха Хамим, это мудрецы. То есть представьте себе, и он приводит, как объяснение, почему волосы, запретенные в косу, это Талмедейха Хамим. Вот у кого есть идея, из чего можно доказать, что можно привести в доказательство, что волосы, запретенные в косу, это Талмедейха Хамим. Причем не просто Талмедейха Хамим, величайшие, величайшие их поколения. Он приводит доказательства. На самом деле, одно из доказательств того, что Тора правда, которая, и все, что нам передали мудрецы, правда, которая, мне кажется, вот любому разумному человеку, знаете, вот есть куча таких доказательств, что Тора правда, научных, таких-сяких. Вот мне они все, честно говоря, меня они все царапают. Но сегодня наука говорит так, завтра еще что-нибудь найдет, что мы будем делать. Сегодня откопали вот это, а завтра откопают вот то, и что нам теперь? Мы же не поменяем, из-за того, что наука скажет, значит, мы не поменяем свой взгляд. Тогда, значит, получается, что если мы пользуемся доказательством, мы нечестны, мы ему не верим на самом деле. Но вот это доказательство, по-моему, оно вообще, вот если про него хорошо подумать, оно несдвигаемое. Что каждый еврей, каждый религиозный еврей может провести цепочку, он знает вот эту косу, за которую он держится, он знает цицит, за которую он держится, да, может провести цепочку от себя до Маши Робейна. Я точно знаю, вот та Тора, которую я вам говорю, которую я учу, как я ее получила и как она до Маши Робейна. И любой религиозный человек это может сделать, да. Я там, я учусь с моим мужем, мой муж учился у Равклайнера, Зихрана Равклайнера учился у Брискирова, Брискирова своего отца Бейса Леви. Бейса Леви учился, ну, все знают, только учился у Воложнира, Воложнира у Агра. Агра, вот-вот-вот-вот-вот, кстати, кому интересно, моя личная, а вы сейчас учитесь у меня, это ваша цепочка вот до Агра. Ну и от Агра до Маши Робейна, я думаю, любой человек может провести, на Рокселин Богин, там его папа Рокселин Богин, Таас, Шах и так далее. Ну, это совсем уже, а? Ну, я думаю, все знают, да, не нужно это перенадать. И это имена, которые на слуху, книгами, которых мы пользуемся, каждый из этих имен можно вот так вот взять и почитать, что он писал и что он говорил. И это реальный человек, про которого мы знаем огромное количество информации, который есть, который мы каждый день с ним сталкиваемся, с его взглядами или с его лохой. И это люди, которые совершенно-совершенно будут настоящие, живые, да. Я переводила недавно, ну, не так недавно, но какое-то время назад родословную женщину, она всю жизнь хранила родословную, ей мама дала, маме бабушка. У женщины просто женщина, русскоязычная, врач, приличная, милая женщина. У нее родословная с одной стороны Раши и с другой Хатам Цви. У нее родословная с Раши и с Хатам Цви, у нее вот дома лежит вот дерево. Ну, после Раши все же понимают, как там Раши учился у Равыда Гершон Маурагула, Раши Гершон Маурагула учился у последнего из Гауни Мравая Гаун, там Геуним, Геуним. Там, Сабураим, Танаима, Мураим. Аншейк, Неса, Тагдула. Мушейки, Бель, Турам, Месина. Ну, Яшу. И вот по этой цепочке, вот по этим связкам, каждый... Это ограничено то, что говорит здесь Вишняк. Ты прекрасна, моя любимая. Как ты вся прекрасна? Потому что ты вся коса, заплетенная от того, как я тебе Тору дал. И эта коса не прерывается. И эта связка, и эта связь, она не рвется. И никто не может сказать, а это вы выдумали. Да я могу каждое слово объяснить, откуда я взяла. Вот это вот связанное. Как говорится, худ мишулаш лоб им гера ти фареп. Да, что когда есть в семье три поколения Таламеда и Хахамима, это уже в семье будет Тора. Почему? Потому что косу как плетут? Из трех. Косу сплели из трех, она не так быстро расплетется. Худ мишулаш лоб им гера ти фареп. Это все одно? Это один. Тут именно шершерок, который чуть-чуть разный. Что? Говорю, что коса это один куб. Ну, три, но начало до конца. А тут разные люди. Вот, нет, это идея, что это не разные люди. Идея, что это разные люди, которые несут одно и то же знание. Знание одно. Гдуша одна. По нему волосы – это гдуша, это назирут, вот что-то такое. Он про волосы говорит, я не хотела залезать в это. Он про волосы говорит через Назира. Почему Назир именно не стрижет волосы? Что волосы в них есть к душа, да? Волосы в них есть вот этот вот рост прямо из головы. Растет прямо из головы, да? Символизируют. Ну, как Назир, он переставал стричь волосы, когда он был Назир, да? Почему? Что по огразии, знаешь, что он… Я не хочу… Вот это вот вязание, да, когда берутся нити, берутся волосы, и они связываются, они все одна нить. Это так же, как цицит, да? Есть замечательная история про Рав Шапира. Я вам рассказывала, нет? Про концлагерь? Рассказывала? Нет? И замечательная история. Осталось воспоминание человека, который… Он был в концлагере вместе с Рав Шапира. Рав Шапира, он был… Ой, забыла, Рэбби… Извините, у меня вылетела Рэбби какого хаседута. Какой-то очень знаменитый… Вот я его помню фамилию, забыла, какой он… Рэбби одного из очень больших хаседутов знаменитых у меня вылетела. Не хочу врать, прошу прощения. Если я сейчас вспомню по дороге, я скажу. И… Нет, не искусство. А? Не Рав Козь, не искусство. Нет, какой-то вот знаменитый хаседут какой-то, прямо вот который сегодня такой… Не, не… Вот чуть-чуть, чуть ли не… Я не хочу… Я… Какой-то знаменитый хаседут Рав Шапира. Слиха. Забыла название хаседута. И был простой еврей, простой, который с ним сидел вместе в лагере, в концлагере. И он рассказывал всякие чудеса про него. И одна история вот такая. Ну, какая-то совершенно… Она потрясающая и потрясающая, потому что чудесная, и она, по-моему, потрясающая, потому что в ней… Ну, вот она вот про это. Вот она в ней столько… А однажды фашисты… Ну, им скучно, бедненьким было, я так понимаю. Однажды фашисты им приказали копать яму огромную. Они выкопали яму, и фашисты сказали, что кто-то перепрыгнет… Понимаете, вот эти вот скелеты. Ну, и вообще большие спортивные резервы. Кто-то перепрыгнет на другую сторону ямы, тот живет, тот, кто падает в яму, того достреливают. Яма огромная. И этот человек, он стоит рядом с Равом, и он говорит, ну, это же невозможно. Ну, да я в лучшие годы, в лучшем состоянии никогда бы даже не попытался эту яму. Ну, она огромная. И Рав сказал… Верим в Бога, закрываем глаза, держись за меня и прыгаем. И он схватил Рава за пальто, закрыл глаза, открывает глаза, он на той стороне. Вместе с Равом. Вместе с Равом. А Рав был лет 90, ему уже был. И он спрашивает Раву через какое-то время. Он был в шоке, он долгое время вообще не мог говорить. А потом они, они были соседи по полке. Там же они спали по два человека в этих узких полках. Он спал с Равом, так захачивает. И он спрашивает Раву уже ночью, когда они в этом бараке, как вы перепрыгнули. И Рав ему говорит, я представил, что я держусь за канав цицит, за угол цицит моего отца. А мой отец держится за канав цицит его отца. А он за его отца. И так до Машера Бэйну. Ну вот. И я просто перенесся. Меня просто перенесло. И тот Рав говорит, а ты-то как перепрыгнул? А он говорит, а я представил, что я держусь за канав цицит Рава. Это вот про это. Окей. Тов. Шейна их басук бэт. Шейна их к эдр. Акцувод шеалав минара хаца. Шекулан мэтимут в шекулан бэээм. Твои зубы как эдр. Как стадо овец. Что все один-один. И никто из них не пропадает из этих овец. Но знаете, мы с вами великие знатоки в стадах. Вот как знаток знатокам. Я хочу напомнить, что в стадах нормально, что кто-то гибнет. Или кто-то умирает. Или кому-то не здоровится. То есть есть естественный отсев такой. Шекула это называется. Вот это называется шекула. Школь. Школь. Ну вот нету их. Умирают они. Вот этой вот шкулы у твоих, вот у этих твоих одарим, которые сравниваются с зубами, вообще нет. Все как на подбор. Белые, здоровые. Говорит Агра, что все, что сравнивается с зубами, это всегда ассоциация на армию. Это всегда ассоциация на войну. Шейнайх и морхэймил хама. И Агра приводит много примеров. Весты и лим. Ке-кетет колой ваих лехи шейнай. Ну и так далее. Он приводит много-много примеров. Что в Даниэле. Много примеров он приводит. Что везде, тут прямо целый полстраницы примера. Что когда напоминаются зубы, это имеется в виду, что готовность к войне, готовность к бою. И он говорит, что кулам шавим бацеткутам. Потому что зубы, они такие крепкие, они кусачие, они одинаковые. Что люди, которые идут на войну, кулам шавим бацеткутам. Что они одинаково праведные. То есть Агра говорит, что... Агра вспоминает то, как должна выглядеть война. У евреев. О чем говорит Пасук? Пасук говорит так, что если вы идете на войну правильно, так как в Торе сказано, надо идти на войну, шкула инбах, никто не погибнет. И мы действительно видим, что все мелхомоты Тора, что все воины, которые были в Торе, мы нигде не видим, что евреи погибают. За все 7 лет войн, которые вел Яшо, есть один погибший. Из-за того, что, слегка, там 36 как один, не ва, там написано ке как 36. Объясняют мне, Фадшим, он был один, но он был равен 36, потому что он был один из лами-два. Он был праведный очень человек, он был лами-два в цадике. За все 7 лет войн один погибший. И причем тут же сделали бей-дин, тут же разобрались, почему есть вообще погибший на войне. Странность такая, война и вдруг погибший. Неожиданно. До такой степени неожиданно, что делают бей-дин, что делают суд, чтобы разобраться, откуда взялся погибший на войне. Как это? И разбираешь, действительно, вот Ахан нарушил запрет и так далее, да, с Эфрияшу. То есть это шок. На войне не может быть погибших. 7 лет войн не может быть погибших. 5 лет войн, как вот мы все вспоминали сегодня, 5 лет войн в Великой Отечественной Шуа, сколько погибших? 6 минут. От 40 до 60 миллионов только в России. От 20 до 25 в Германии, и это только за эти 4 года. А сколько погибших потом отран за первые 5 лет после инвалидов и так далее, там считается миллионами. Там получается от 100 и выше миллионов погибших за 4 года. И да, мы знаем, что да, вот тяжелая война. У евреев за 7 лет за этим погибших катастрофа. Суд делают. Как могло случиться? Это то, что сказано в Торе. В Торе сказано, что если ты пойдешь на войну, нельзя брать. Помните, все этот кусочек в Торе, да, что нельзя брать. Кого нельзя брать? Когда мы собираемся на войну, кого нельзя брать? Если ты посадил виноградник и не ел от его плодов, выйти из строя. Они все строились, люди, которых вызывали на войну. Ходил командир и говорил, если посадил виноградник и не ел от плодов, выйти из строя. Выходит часть. Если построил дом, не жил в нем, выйти из строя. Выходит. Если женился и не жил с ней год, выйти из строя. Окей, это я могу все понять. Человек, у него что-то там его так рвет на гражданке, что он не сможет сосредоточиться. Если потом, когда это все эти вышли, он говорит чудную фразу. Если у тебя есть грех, Гмара объясняет какой, больше, чем разговор между одеванием тфелин, рож и тфелин, яд, мы, женщины, не одеваем. Но это даже не грех. Это не совсем правильное поведение. Выйти из строя. Есть замечательная история, анекдот такой, что пришли как-то к Хофицхайму. Его ученики страшно возмущенные, очень расстроенные. И рассказали, что москилим, ну вот в те времена уже были евреи, которые отходили от Торы, но евреи, конечно, не отходили от Торы по-тихому. Они, вот, всем напоминание, если кто-то забыл выкручить. Евреи никогда не отходили от Торы по-тихому, они отходили так, чтобы побольше с собой собрать. Типа все, ну знаете, евреи мы не можем спокойно, тихо себе что-то такое сделать, нам надо с собой побольше народу. В общем, москилим сделали пуримшпиль. Пуримшпиль был такой, выстраивается толпа, война, война, выстраивается толпа народа. Выходит мужик и читает по тексту Торы. Кто посадил виноградник, выйти, часть уходит. Кто женился, не жил с женой год, часть уходит. Кто построил дом, не жил в нем, часть уходит. У кого есть грех больше, чем разговор между Филинят и Филинрош, часть уходит. Остаются трое на сцене. Это пуримшпиль. Три человека, которых загримировали под очень стареньких. Три стареньких-стареньких человека. На одном написано Хофетсхайм, на другом написано Раби Мегур, третьем написано, не помню кто, тоже вот какой-то такой вот такого же уровня. Ну что, они вот не помнят, я не хочу, что-то вот такое. На них написано, им дают торжественно ружья, они смотрят на эти ружья, не знают в какую сторону стрелять. Стреляют непонятно куда, дым, шум, пыль и занавес закрывается. И ученики с диким возмущением это Хофетсхайму рассказывают. Хофетсхайм все это внимательно выслушивает. Говорит, да, 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 все правильно. Жалко, что они конец не показали. И останется трое. И не будут знать, с какой стороны стрелять. И войну победят. Это то, что здесь говорит Шейнаем, Леванод, Схолиенбеем. Если те, кто идут на войну в еврейском народе, идут как Аллаха, что это в Милхеме, Митсва, и идут праведники, Схолиен, там никто, Всевышний обещает, что никто не погибнет. Помните, как там в Торе, один победит сотню, сотня победит десять тысяч. Там геометрическая прогрессия сумасшедшая. То есть, конечно, зависит сколько праведников. Если в еврейском народе Халила только три праведника, небольшую войну сложно будет выгодить. Моряки и праведники, да, конечно. Но если в еврейском народе есть приличное количество праведников, сотни из тебя победят десятки тысяч. Окей. То есть, тут игра видит конфликт между первыми четырьмя словами. Кихут Ашани Сифтутаих. Твои губы Кихут Ашани. Как какая нить? Шани это какая нить? Красная. Твои губы как красная нить. Двора их на В. А твои слова на В. Да, свободные, прекрасные. Красная что символизирует? Что символизирует красная? Крой. Медат Адин. А что символизирует красная нить? Забыли, что сказал Раши. Первая ассоциация без Раши. Первая ассоциация красная нить у нас должна быть что? Йом-Кипур. Первая ассоциация. Йом-Кипур. И это то, что говорит Агра. Этот пасук, он описывает Йом-Кипур. Что Йом-Кипур делится на две части. Сначала Кихут Ашани Сифтутаих. Сначала, что ты приходишь к Йом-Кипур. И это красная нить. Ты с грехами. Агра приводит потрясающую мысль совершенно. Агра говорит. Приходит Коэн Гадоль. В самый святой день, самый святой человек встает перед Всевышним и говорит о Нашем Хата Амазе. Всевышний народ согрешил. Говорит Агра. А Раю-Микатрек. Он же обвиняет. Он же обвиняет. Он должен защищать. Что же он обвиняет? Говорит Агра. Это защита. Потому что Йом-Кипур делится на две части. Сначала мы признаем наши грехи. И когда наши губы признают наши грехи. Когда наши губы говорят. Да, я знаю, почему эта нитка красная. И все это красное мое. И я понимаю, что я сделал. Это и есть шува. Поэтому потом двора их на В. Поэтому потом нитка белеет. Потом это превращается в хэсет. Что даже... Окей. Тов. Пасук долит. Я пропускаю. Сразу сказала. Буду пропускать. Я тут какие-то моменты. Я пропускаю. Сара, если у меня вдруг останется время, я вернусь. Я вам честно говорю. Я тут... Не страшно свою книжку вам показывать. Я так мучилась, сидела. Что взять? Ну вот что прямо вот... Что я не могу пропустить? Чтобы без раташем за один урок справиться. Окей. Я вам честно скажу. Я пропускаю вещи, которые близко к Раши. Ну... Которые не прямо вот... Что-то совсем другое. Или что другое, но чтобы это объяснить, мне нужен отдельный урок. Я две вещи... Два вида вещей пропускаю. У него есть вещи очень сложные, чтобы их объяснить прямо за очень много времени. Одну вещь такую я сегодня расскажу. Но я на нее намекну. Будете сами это разбираться. Она такая красивая моя сегодня. Хотя бы намекайте. Да. Ну, не знаю. Не, не. Окей. Пасук далит. Кемигдаль Давид Цеварайх. Бануй литл пьет. Элефам агент. Талу и лав. Коль шилте аги бурим. Да. Мы разбирали это опять-таки сражи, конечно, как вы помните. Как мигдаль Давид твоя шея. Да. Построена прекрасно. И завешена амогенами со всех сторон гибурим. Со всех сторон объясняет агра, что раньше как цари жили, что у царя был замок с его вот этим вот там высоким местом. И с четырех сторон света стояли башни. Что и таким образом там следили или враг не идет, передавали информацию и так далее. А шея, агра объясняет, что почему шея. Потому что, чтобы убить наверняка, нужно шея. Ну, чтобы шхиту сделать. Человек много чего может выжить, но если ему отрезать голову, он, скорее всего, уже не выживет. Другими словами, в шее находятся все самые важные жизненные функции. То есть шея – это что-то, что символизирует жизненность. Что бы могло жить, должна быть крепкой шея. Ну, это просто. И агра говорит, что этот пасук рассказывает про судебную справедливость. Что есть четыре вида санедрин. Есть четыре вида санедринов. Четыре вида байдинов. В Мишне это не называют все, например, санедрин. В Мишне называют первые три байдины, первые два байдины, вторые два санедрин. Ну, есть по-разному их называют. Агра их всех называется санедрин. Есть четыре вида судов в еврейском народе. Это вот как четыре эти башни, которые охраняют шею. То есть жизненность еврейского народа обеспечивается справедливым судом. Есть санедрин в каждом городе. Более высокий уровень называется санедрин хайль. Есть в Иерусалиме два вида уже высшего суда, если человек, там его не удовлетворён судом. Или это суд слишком сложный, чтобы поставить на что-то высокий. Есть малый санедрин в Петаха Аазара 23, и есть большой санедрин в 70, которые сидят в Лишкат-Агазит. И уже решение большого санедрина Лишкат-Агазит, оно уже невозможно оспорить. То есть есть очень ясная, чёткая судебная система во всём Израиле во время храма. И благодаря этому шея народа, благодаря этому жизненность народа стоит. То есть абсолютно ясная, чёткая справедливость. С чем, кто помнит, с чем Агра сравнивает с Шедаем? С Машей Аароном. Почему с Машей Аароном? Потому что Шедаем – это тот, кто кормит, тот, кто даёт, тот, кто мааник. А Анака – это вот символ Шедаем – это Анака, это давать. И Шны Ишедаих – это Машей Аарон. Машей Аарон – Шеем Маниким Ли Исраиле. Мамашка как рашек, да. И здесь он идёт, этот посук, он идёт очень похоже на рашек. Нам сейчас будет немножко позже интересно. Аруэба Шушаним, что они, что еврейские Мангегим, он это красиво говорит, «бодворим раким», что они барракут Мангегим, что они очень мягко Мангегим. Помните, мы говорили, что как пасти в розах, да. Ачия пуа хайом. Ачия пуа хайом. Давайте, я возьму всё-таки. Когда солнце будет в полне, да, я пойду на гору Гар-Амор. Гиват Аливанон, Аливуна. Говорит Агра, что, полифи Агра, Гар-Амор – это Иерусалим. Гиват Аливуна, это Бэти Мигдаш. И он говорит очень красиво. Он говорит, я пойду, Гар-Амор, Гар-Амори, Гиват Аливуна. Он говорит, что когда солнце будет в зените, и Мушей Рабейну и Арон, да, они нас спасли. И потом случились всякие вещи, но я точно знаю, что я приду в Иерусалим. Я приду к храму, я приду, и он говорит, что, и я, послушайте, я прям прочитаю. Вы е шам ачия амод муше. Я там буду, ачия амод муше. Почему я там буду, я дождусь, когда опять меня те же грузи начнут кормить, чтобы пока она там не встанет муше. Почему муше? И говорит Агра, что муше – это рашейты вод. Муше, имя муше – это рашейты вод. Ма-ше-га-я-га-у-ше-ее. Что в имени муше есть рашейты вод. То, что было, это вернется. Что в имени муше есть обещание. Что муше, объясняет Агра, что муше. Помните вот эти грузи, да, которые мы вроде бы процитировали то же самое, что говорит Раша, но Агра объясняет, что там Раша хотела сказать. Что муше, почему он так рвался в Рецисраэль? Муше он так рвался в Рецисраэль, потому что он знал, что если он построит храм, если он завоюет Рецисраэль, из него евреев не выгонит, и если он построит храм, он не будет разрушен. Всевышний знал, что евреям надо возможность Галута, чтобы выжить народу. И Всевышний не впустил муше в Рецисраэль, чтобы у нас, да, была возможность Галута и возможность разрушения храма, чтобы мы выжили через все, что мы пережили, чтобы мы выжили. Но то, что у нас был муше, маше аяу маше и е. То, что у нас был муше, это само по себе обещание, что мы довернемся, и мы там встанем. Но тут Агра еще приводит очень интересную мысль. То есть как она... он спрашивает, почему Иерусалим называется Гар, Балашон Захар, в мужском роде, почему Бет Мигдаш называется Накива, Гива, Балашон Накива, в женском роде. И мы знаем, что в Торе везде мужской и женский род, и это одна из вещей, на которых построен Широ Ширим. Кто мужчина, кто женщина. Чем отличаются мужчина и женщина? Что главная способность женщины – это что? Это принимать. И главная способность мужчины – это... То есть главная способность женщины – это быть мушпат, это принимать ашпа, и главная способность мужчины – это для ашпи. так он говорит, что Иерусалим, он Захар. Йофи распространяет в Иерусалим. Йофи, это же не в смысле Йофи. Йофи, это в смысле шлемут, это в смысле гармония. Ну, помните, мы разбирали, где мы разбирали, в Эштхайле мы разбирали. Йофи, это в смысле, когда все, да, если очень-очень-очень большие глаза на очень маленьком лице, это некрасиво. Ну и так далее. Можно любое, что-то очень красивое себе представить, если это не будет гармонично, это некрасиво. Красиво, когда гармония. Возможность гармонии у Иерусалима есть возможность Ашпаа, Иерусалим Машпе, Иерусалим воздействует на весь Израиль, на всю землю вот этой вот возможностью красоты, возможностью гармонии. А храм, его суть, то есть это суть Иерусалима, Ашпе, суть храма Шимикабелит, Мибейтмигдеш, Шельмала. Что храм – это то самое место, которое способно принимать от храма, который в высших мирах, который способно принимать влияние высших миров и, соответственно, уже распространять его дальше. Но его способность – это именно принимать. И вот тут, если мы через эту идею еще раз посмотрим на все, что мы говорили про Шломой, Шуламид, про царя, его любимую, про то, где они разошлись и где они встречаются, про его способность воздействовать и ее, вот эту фантастическую возможность принимать воздействие, воспринимать. Мы, еврейский народ, называемся женщиной. Мы способны воспринимать. Это огромная способность. Как способность. Храм ради того, чтобы он мог воспринимать. Окей. Окей. Пасук хэт. Ити миливанон калэ, ити миливанон тавой. Агра говорит здесь очень интересную мысль. Он говорит, что ливанон – это митсраим. Что здесь ливанон – это митсраим, потому что от языка малбин. От слова малбин. Очищающий. Ну вот как мы покупаем хомер малбин, да, у нас что-то грязное белье. И мы покупаем отбеливатель. Египет называется, митсраим называется мальбин. Ливанон – тот, кто ловен. Комплименты. Можно сказать. Я читала. Это Рав Швадрон. В Шалевихово и Гетхо. Он приводит там несколько воспоминаний одного человека, который вышел из лагеря смерти. По-моему, из Треблинг он приводит. Нет, из Освенца, из Освенца. И он рассказывает, и этот человек, он говорит, что он очень старался все время видеть, что Всевышний делает. Он понимал, что это от Всевышнего, он старался видеть, что Всевышний делает. Он рассказывает, что когда их только привели в лагерь, то их окунали в бочку с экономикой. Ну, он там пишет экономика. Видимо, это была... Что такое экономика? Хлорка. Это был сильный раствор. Фашисты говорили, что они таким образом убивают все, что не хотят, чтобы... Дезинфекция такая. То есть, они брали живого человека и совали в хлорку. Вы представляете себе ощущение? И он говорит, что когда его туда окунули, он так сосредоточился на том, что это миква, он так сосредоточился на том, что это мольбин, что он может засвидетельствовать при себя, что ему не было больно, что его ощущения тела тоже были как будто миквы, просто миквы. Он так сосредоточился на этой идее, что да, Всевышний считает, что сейчас нужна такая миквы, что грязи столько, что водой не отмыть, что его ощущения в теле тоже были как будто просто миквы. Это то, что здесь пишет Агра. Бывает разное, нужно мольбин. Раф Пинкус об этом говорил, что представьте себе, что пришел ребенок, он испачкался. Иногда бывает достаточно стряхнуть, иногда нужно потереть, иногда нужно ванную горячую, иногда нужно уже тереть мочалкой или пемзой, иногда ребенку уже больно, но грязь такая, а если это не дай бог, какого, а если это не дай бог, татуировка, чтобы свести татуировку, нужно операцию делать, нужно лазер, в зависимости от типа грязи, другое, мольбин. Но Всевышний хочет, чтобы мы знали вот эту очень важную вещь. Он, максимум, что с нами может случиться, самое страшное, что с нами может случиться, это что нас чистят. Это что мы так испачкали, что эта чистка, она уже непростая. Вот, например, был такой мольбин, Митсрая. Не дай бог, больше, чтобы не было. И что здесь имеется в виду? Итимири ванонталби, калэй итимири ванонтавой, пируш, кшеалити, алити гаманимах. Когда Всевышний нас засовывает вот в эти места, где нужно очищаться, как говорится, Шхена Бога, Ам-Исраэль Бога, лучше Шхена Бога. Он с нами там. Знаете, мы говорим, что нет, пожалуйста, не записывайте это. Мы считаем, что нет проблемы бить ребенка. Но есть условия, как бить ребенка. Одно из условий, что ребенка, да, в ядуте, бьют рукой. И, например, рукой по попе. Это одно из... Есть много условий, как бить ребенка, как вы знаете, да, эти условия пока все сделаешь, уже, конечно, намного легче его не бить. Но одно из условий, рукой по попе. Есть очень простое объяснение. Во-первых, рукой, чтобы ты чувствовал. А во-вторых, на руке очень много нервных окончаний, на попе очень мало. спрашивается, кому больнее. Слишком самолисно. А? Но мы там. Когда нужно ребенка от чего-то очистить, родитель должен быть, если он считает, что это нужно сделать каким-то вот таким вот исключительным, не дай бог, чтобы никогда в жизни не нужно было методом, он там, и он это чувствует как минимум не меньше, чем это чувствует ребенок. Ребенку может казаться, что вот ему одному тут плохо, больно его обижают. Но родитель там и Тимилева, но это шов. Окей. Тов. Очень простой и красивый перуш на пасу кьют. Майфу додайх Ахутикала, Матову додайх, Мияйн, Рэх, Шманаих, Мехоль, Шманим. Как прекрасна твоя близость, Ахутикала. Как прекрасна твоя близость. Второй раз, как прекрасна твоя близость, лучше вина, и запах твоих масел лучше всех, Шманим. Говорит Агра, что здесь Шлому записал то, что позже в Мишне скажут, Альшлушадварима, Уламумед. На трех вещах стоит мир. Матову додайх, как прекрасна твоя близость, это Хэсет, ну понятно, Анака, Хэсет, лучше, чем вино, Ейнаш, Эль Тура, это Тура, и запах, это Авода. Альшушадварима, Ламумед, Аль Тура, Авода, Вагмилут Хасадим. В общем, все, кто хотят лучше разобраться за Псуком Юд, просто открывают Мишну, Альшушадвариму, Ламумен, смотрят на нее комментарии и видят всякие чудесные вещи, связывают это с тем... А? А нам есть, что-то цифровать, мы слышали, что мы можем сказать. А, замечательно. Окей. И Пасук Юдалев продолжает, на чем стоит мир, нофет титофена сифтутаих кала, дваш вахалав тахат лешунех, нофет тифтутена сифтутаих кала, это, в общем, это сот, это дальше иду, в этом Псуке Юдалев, игра говорит, что здесь записаны три уровня изучения Торы. То есть это пардес, уровни изучения Торы. Первый, нофет титофена сифтутаих, что прямо исходит, что-то от твоих губ, вот это замечательно, это сот. Два швахалав тахат лешунех, мед и молоко под твоим языком, это если, помните, мы говорили, это если поцеловать, это драж, это медраж. Врех симлутаих керевых ливанон, а самое внешнее, смолот, левуш, запах твоих и твоей одежды, это левуш, это пшат. То есть, в общем, все понятно. Пшат, ближе, драж, уже внутри там драж, и то, что выходит из твоих губ, и оттуда, там, из сердца выходит, это сот. Ну, логично. На самом деле, мы сейчас не будем об этом долго говорить, но вопрос в другом, да. Тут, что интересно, что тут обратный порядок. Не пшат, ремис, не пшат, ремис, драж, ну, а наоборот, пшат снаружи. Ну, идет изнутри и наружу. И это еще раз подчеркивает, что пардес, он идет по кругу, что во всем. И тут же, чтобы мы это не забыли, Агра говорит, что здесь есть второй, второй вариант, как объяснить этот пасук, что «Ешли адам левуш, гув и нефиш бутуха гув, кен тура». Да, также тура, так же, как человек, у человека есть тело, душа и есть одежда. Также у Торы, и тогда он говорит, что там, что это все, что то, что есть в Торе, что первая часть псука это Аллахот, вторая часть псука это остается Драшевая Гада, и третья остается пшат, то есть меняется только сод на Аллаху, «А где сод?» Говорит Агра, «вы сод у бехоль мей и хад мем». А сод есть у каждого уровня. Что сод можно учить из пса, из шпшата, сод можно учить из Аллахи, сод можно учить из Драша, сод есть везде. И таким образом он закольцовывает это все. Пасук ютбет. Я несусь, я очень хочу что-то рассказать. Пасук ютбет, ганна уль ахути кала, ганна уль ма аян хатум, закрытый сад, запечатанный источник, моя невеста, это Тораш и бехтав, закрытый сад, это хумаш, закрытый источник, который внутри закрытого сада, говорит Агра, обрати внимание, вот есть закрытый сад, а внутри в нем закрытый источник, то есть до источника еще добраться через сад надо, это Нави. Чтобы понять Нави, нам кажется, что Нави это просто, да, а чтобы понять Нави, нужно еще через закрытый сад хумаша пройти, через закрытый сад Торы. То есть этот пасук, который говорит о Тураши бехтав, и следующий пасук, псуки мх2, ютгимл, юталит, они говорят про разные уровни Тура-Шиба-Альпе. То есть вообще, вот это вот пардес ремоним, сад гранатов, это Тура-Шиба-Альпе, собственно, гранаты, это Мишна, при мегадим, он говорит, что при мегадим, это пирот шминим, такие жирные пирот, это гмара, что в гмаре много такого вкусненького, жирного, Мишна, она худая, гмара, она жирная. Кфарим и Недрим, да, Кфарим, это, 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 аллахот, которые в гмаре, это аллахот, а Недрим, Недрим, это агадот, вот эти у которых, запах замечательный, Недр, Викуркум, это Ткуфот и Гематрии, ну, все, что можно в Туре, просто вот рассчитать математически, Ткуфот-то временные, все, что можно, там, да, а Гематрии, все понимают, Гематрии, Кневи, Кинамон, эти палочки, и Кинамон, Кинамон, как по-русски? Корица, да, это то, что нам рассказывают, то, что мы знаем про вот уровень, вот эти вот все уровни, которые касаются чертей, ангелов, всяких вот этих созданий из других миров, и сюда же Мишлей Шуалим, вот эти потерянные, раньше их было до больше трехсот, ну, все, что в Торе объяснено через сказки про басни, про лисиц и и тому подобное, и цели ванон, деревья ливанон, эм дикдуке, турава дикдуким сфури, вот это вот дикдуким, ну, дикдук, грамматика, все грамматические такие тонкости, маралот, это маасэберишит и маасэмеркава, вы сейчас поймете, что я не просто так все говорю, и рашейб самим, это мы уже заканчиваем пасук, пасук юдалит, видите, в конце, рашейб самим, вот эти вот прямо головки духов, на чем духи расцветают, это объяснение тайно никудот и утюет, то, чем рабяки занимался, пасук тетвав, мааян ганим, это, сейчас, 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 потерял, сейчас у нас осталось только два, мааян ганим и беерма им хаим, они, они, они означают, да, они, у них одна общая важность, да, это, ну, в общем, ой-ой, я потеряла, так, пока я ищу, вот, мааян ганим, это, это, хохма, беерма им хаим, бина, но злим, мина ли ванон, это да, но это все идет заодно, мааян ганим, мааян ганим, беерма им хаим, мизлим, мина ли ванон, это, когда человек все это, ну, когда человек хохмой, биной, да, там, это все осознает, что мы перечислили, перечислите, посчитайте, сколько вещей в Торе у нас получилось, вот, начиная от ганнауль, начиная от Торы, ганнауль это один, маян хатум 2, вот, посчитайте, сколько всего у нас получилось вещей, Порте с ремонем 3, да, сейчас, дальше потрясающий перуша оград, да, с лёгком классно, посчитайте, посчитайте, не, 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 куда вы ушли, вы чего, не может так много быть, я же сказала, весь пасук тет ваф, маян ганим, бэр маим хаим, это все заодно идет, ну, он объясняет, почему он заодно идет, не, маян хаим, бэр маим хаим, все заодно, 13, в общем, вы уже, ну, посчитали, сколько у вас получилось, да, что там считать-то, 13, посмотрите, ган на уль, 1, маян хатум, 2, шлех пардес ремоним, 3, примегадим, 4, кфарим им дарим, ну, ну, как я, прямо, как я объясняла, как я объясняла, как он объяснял, нерет, 6, рахавим 7, канэ 8, кинамон 9, ацеливанон 10, морала 11, расшиб самим 12, и вот это то, что он говорит, что маян ганим, это 13, что такое 13, ютгимал, говорит, агра, то, что вы сейчас сказали, хаша, фкан, ютгимал, медотрахами, и почему на самом деле их 15, это он тоже объяснит, но мы не успеем, он говорит, что это уже 13 медот, на самом деле их 15, но, в общем, агра говорит потрясающую вещь, и получается такая красота, что 13 медотрахамим, что вот эти ютгимал, медотрахамим, они, ну, кель, рахум, хану, нерахапаем, да, что если мы их разбираем, каждая из них, вот на чем оно стоит, вот нам Всевышний дал 13 медотрахамим, мы стоим в Роши Шевьем Кипур, в Асарае Мечува, просто их называем эти 13 медотрахамим, и мы знаем, что это фантастическое каббалистическое действие, что Всевышний нам прощает махальтики двореха, просто потому, что мы их называем, не просто потому, что мы их называем, каждая из медотрахамим, она мугенет, она за вот эту часть Торы, которую мы изучаем, это просто, просто, то есть, мы же, это не просто, что мы говорим Юдгима каких-то слов, я знаю, что Всевышний Кель Рахум, что он абсолютная, альф лами, что он абсолютная милосердность, можно взять, у меня это есть, потому что у нас уже время закончилось, если вам интересно, не знаю, как это сделать, есть Перуш Агра, вот, кстати, тут же он его и приводит, и отсюда его приводят во всех Махзорах Агра, что такое Юдгима Медотрахамим, как объясняется каждое из имен, да, альф ламит, это, что вот абсолютное добро до и после греха, рахум, что он нам помогает, что он жалеет нас, когда у нас царода, когда у нас беды, ханун, что он прощает нас, потому что, просто потому что мы очень ему нравимся, даже, когда, на самом деле, мы недостойны прощения, но мы так ему нравимся, теперь каждая из Медотрахамим, по вот этому, что мы сегодня посчитали, понимаете, она мугельная, мы ее зарабатываем через то, что мы учим Тору, вот это в Торе, это в Торе, это в Торе, то есть, с другой стороны, можно еще посмотреть чуть-чуть, каждая из этих частей Торы, она соответствует вот этой части, вот, например, Тора, письменная, она соответствует Кель, то есть, она за все, за прошлое, за будущее, абсолютная сила, а, например, Нави, это соответствует Рахум, когда мы Бацара, и что говорит Медра, что если бы не Хату Исраэль, не было бы дана только пять книг Тори, и Сефир Яшуа, Навиим бы не были даны, потому что Навиим, это как выпутываться, и как спасаться, и как всему, что он прощает, Бацара, ну и так далее, в общем, если вы на это посмотрите, это то, что я сказала, что я просто не могла про это не рассказать, но это такая красота, то есть, я вам честно скажу, я очень много лет искала объяснения вот на Ютгемл, Медотрахамин, по-моему, вот такого замечательного я нигде не видела, такого, например, ЭМЭТ, это гематрии, и вот эти вот, ну, подсчет, ткуфот, потому что это просто ЭМЭТ, ну, это прямо посчитать можно, ну, и так далее, это так классно, это прямо очень здорово. можно еще раз, Нодара или ВЭКОФОН, это что, КУФОН, и что, КУФОН, и что, КУФОН, и ГЕМАТРИИОД, это вот как раз и МЭТ, седьмое. ЮДГИМАЛ, да, в Энаке и очищает, а там у нас вот этот вот хабат, ну, ХУХМАБИНАДАТ, потому что, и он объясняет, что это на самом деле 13, которых на самом деле 15. Потому что вот эти, это три в одном? Это три в одном, это лучше там яснее, и не думал нужно долго. ОК. ТОФ.